Приветствую! Прошлый ролик по данной тематике обозревал хорошие ремейки, так что если еще не успели с ним ознакомиться, советую его посмотреть. На этот же раз нам пора окунуться в омут не лучших работ кинематографа. Попросту говоря, я откопаю худшие ремейки и представлю их на ваш взор. Ну а вы уже решите, так ли они плохи, как о них говорят. Меня же зовут Андрей, вы на канале Таймонд. Поехали! Так уж получилось, что оригинальную «Мумию» 1932 года перезапускали целых два раза. Первый запуск получился крайне удачным и смог растянуть свой успех на целую трилогию. Номинации на «Оскар», возведение малоизвестного Брэндона Фрейзера в пантеон лучших актеров Голливуда и всенародной любовь к франшизе, конечно же, не могли остаться без внимания голодных до денег студий. Подождав 9 лет после выхода третьей и последней части, в 2017 году повсеместная реклама начинает возвещать о перезапуске легендарной серии фильмов. На этот раз вместо уже настрадавшегося Фрейзера в каст берут звезду титанических масштабов – Тома Круза. Да и всю последующую маркетинговую кампанию студия строит вокруг его имени, завлекая, казалось бы, на новую часть миссии «Невыполнима», что прибавляло еще больше подозрений этому проекту. После выхода картины на нее посыпался шквал. Даже не критики, а скорее недоумения, как такое вообще могли снять. А ведь эта картина должна была ознаменовать собой открытие новой вселенной, так называемый Dark Universe. Из плюсов этой работы, пожалуй, можно отметить только лишь неплохой CGI, а все остальное оставляет желать лучшего. Фильм пытался повторить практически все то успешное, что было у предшественника. Юмор, атмосферу приключений и, наконец, щепотку хоррора, из-за которой как раз-таки оригинальный фильм и зацепил многих зрителей. Но нулевая мотивация персонажей в сценарии переросла в такую же мотивацию создателей и, что самое главное, актеров. В то время, когда «Мумия» 99-го дарила нам великолепного Брэндона Фрейзера, «Мумия» 2017-го подсовывала второго Джека Ричера, если вы понимаете, о чем я. Бесславным итогом проката стало 8 номинаций на «Золотую малину» и одна победа – Тома Круза за худшую мужскую роль. Следующая франшиза во многом похожа на «Мумию». У нее также было два перезапуска, но в отличие от «Мумии», оригинал «Фантастической четверки» просто отвратителен. И на это есть веская причина. Его снимали просто, чтобы у студии не забрали права на экранизацию героев. Но ни режиссер, ни актеры не были в курсе, что работают над заветово мертвым проектом, который в итоге даже не был выпущен официально, да и уже никогда и не выйдет. Нас же интересует второй перезапуск, который осуществила студия «20-й век Фокс» в 2015 году. Изначально все выглядело очень амбициозно, пафосно, в общем, в стандартной супергеройской оболочке. В касс взяли молодых популярных актеров, особенно выделялись двое – Майлз Теллер, совсем недавно сыгравший в «Оскароносной одержимости», и Майкл Джордан, у которого в тот же год вышел фильм «Крид. Наследие Рокки». Компанию им составляли крепкий сценарист Саймон Кинберг и молодой, подающий надеждой режиссер Джош Транк. Казалось бы, что может пойти не так? Тихая и мирно протекающая работа прервалась, когда в 2014-м режиссер представил свою версию фильма. Продюсерам не просто не понравилась проделанная работа, они потребовали, чтобы фильм был переснят. Поэтому всей команде во главе с Джошем пришлось провести повторные съемки в начале 2015-го. Но даже это не сильно помогло. Полное отсутствие мотивации у главных героев, нулевая химия между актерами, которые явно устали от двух съемок подряд, да и режиссер явно не был готов к проекту таких масштабов. Да еще и тотальному контролю и давлению, которое он получил после первого показа от снятого материала. Все проблемы фильма начались еще на стадии производства. Так, из-за пересъемок и сильно возросшего чека, создатели даже не смогли позволить себе перевести фильм в 3D. Ну а когда 120-миллионная работа увидела кинотеатры, ее ждало не что иное, как тотальный провал по всем фронтам. Оценки критиков, сборы и, наконец, награды. Из 5 номинаций на Золотую малину фильм взял 3, как худший фильм, худший режиссер и худший ремейк. 13-й район не столько всегда был фильмом, сколько явлением и течением своих взглядов в мировом океане поп-культуры. Кто еще помимо Люка Бессона возьмет на главную роль профессионального спортсмена и возведет его ремесло в абсолют? Я сейчас говорю про Давида Белле, который создал такую известную штуку, как паркур. Всю линейку этих фильмов четко разграничивает их качество. Первая часть классная, вторая плохая, а ремейк просто ужасен. Не считая того, что теперь в фильме не прослеживается никакая идеологическая линия, так это еще и практически полный пересъем первой части. С уже немолодым Беллем и вместо Рафаэлли создатели взяли голливудскую звезду Пола Уокера, который по трагичной случайности стал спасителем фильма в прокате. Так уж получилось, что в 2013-м Пол Уокер трагически погиб в автокатастрофе, и фактически последним полным для него фильмом стал как раз-таки 13-й район, вышедший в 2014-м году. Так что крайне посредственная работа просто по великой случайности получила огромную популярность. Как аттракцион с паркуром и последний фильм Пола Уокера. В России многие принялись ругать этот проект как очередная бездумная адаптация Голливуда. Но это не совсем так. Идейный вдохновитель все так же стоял за спиной очередного режиссера. На этот раз Люк Бессон в несвойственной для себя манере просто решил срубить бабла. Два прошлых фильма, независимо от того, про хороший или плохой мы говорим, жутко провалились в прокате. Даже имея армию фанатов и поклонников данной темы, у Люка никак не удавалось выдать из нее хотя бы 10 миллионов долларов. Так что немного увеличив бюджет, взяв звезду и сориентировавшись на рынок США, Бессон хоть и собрал больше 10 миллионов, но все равно не набрал нужную сумму для продолжения. Что за провал может быть громче, чем провал очередного ремейка легендарной франшизы? Как и обычно на начальном этапе, все гладко и многообещающе. Нам демонстрируют море нового CGI, старого и доброго Шварца, призванного вызвать припадок ностальгии, но вызывающего только фейспалм, и очередной новый перспективный состав, набранный из самых популярных актеров. И как по мне, именно этот состав и есть самое слабое звено этого фильма. Да, даже не сценарий. Они все как будто второстепенные персонажи, а главные так и не появились на экране. Ты не сопереживаешь ни одному из них, не веришь их истории, а линия с Эмилией Кларк — это худшее, что случалось с Терминатором. Сценаристы решили поиграться со временем, к чертям перечеркнув ценность прошлых фильмов и создав такую невообразимую кашу, что некоторые до сих пор сидят в кинотеатре в ожидании объяснений, почему главный антагонист — это доктор кто и где его телефонная будка. Конечно же, как и в предыдущих проектах, в Терминаторе была своя подковерная борьба за золотые монеты кассовых сборов. Студия во главе с продюсерами сделали ставку на рынок Китая, тогда еще не совсем стабильный, а потому в фильме доминирует проверенная яркая картинка и множество трюков и спецэффектов, которые так нравятся неискушенному зрителю Китая. После выхода этого фильма на него рухнули низкие оценки от критиков. Зрители же были более сдержаны, что позволило фильму держаться на оценке в 6-7 баллов. И кстати, мне часто пишут, что Терминатор Генезис — это довольно-таки хороший фильм. Давайте сделаем так. В комментариях вы напишите, чем именно он вам понравился. Картина ожидаемо провалилась в прокате США, но Китай стал той палочкой-выручалочкой, которая позволила заведомо мертвому проекту собрать неплохие 440 миллионов долларов. Чужой завет. Кто-то может придраться, что это скорее не ремейк, а приквел, но даже сам Ридли Скотт признавал, что это, по сути, перезапуск его вселенной, который стал возможен благодаря успеху Прометея. В 2012-м выходит ранее названный Прометей. Крайне необычный фильм, снятый в лучших традициях Кубрика, с затяжными планами посадки кораблей, интересными персонажами и неторопливым сюжетом, раскрытие которого Ридли засунул аж в самый конец, решив посмотреть реакцию публики на возвращение вселенной чужих. Получив оглушительный успех у критиков и зрителей, Ридли Скотт объявляет, что в 2015-м выйдет фильм «Чужой завет», который станет первой частью новой трилогии «Чужой». Старые и уже новые фанаты, вскормленные сладкой наживкой в виде Прометея, начинают с нетерпением ждать, как тогда казалось, свежего глотка воздуха на полном безрыбье в жанре космо-хоррора. С выходом первых трейлеров ажиотаж потихоньку сходил на нет. Кривоватый CGI даже из трейлера был виден невооруженным глазом. Но как это и бывает, самые большие фанаты всегда верят в успех полюбившейся франшизы, не обращая внимания на очевидные проблемы. С выходом фильма этих самых закоренелых фанатов становилось все меньше. Картина была по-настоящему глупой, противореча прошлым фильмам и самой себе, ведь теперь просто не осталось умного главного персонажа, за кем бы было приятно наблюдать и кому сопереживать. Остались только астронавты, порой сами идущие на смерть и не замечающие явных ловушек. И Дэвид, взявший себе в миссию уничтожить все живое или что там, никто так и не понял. Но суть в том, что скорее всего никогда и не поймут. Ведь фильм провалился, и не столько в прокате и оценках, сколько в самих ожиданиях Ридли Скотта, который ждал оглушительный успех, а получил 240 миллионов долларов и на горестях заморозил весь дальнейший проект. Делись своим вариантом худших ремейков в комментариях, мне будет интересно узнать. Присылай это видео своим друзьям, ставь лайк, если понравилась подборка. А с вами был Андрей, вы на канале Таймон. Пока. Подписочку оформите, молодой человек.